РТХ Лайф Уважаемые друзья, приветствуем всех зрителей РТХ ЛТВ. Сегодня мы берем интервью Удеева Михаила, капитана команды ЮНА-75. Поздравляем вас с победой сегодняшней встречи и с двумя заброшенными шайбами. Скажите, Михаил, практически все матчи первого круга вы сыграли. Как вы оцениваете игру своей команды и игру своих соперников? Да, спасибо за поздравления. В общем-то, сначала круга все ожидали, что наша команда будет фаворитом. Однако, на мой взгляд, легко мы выиграли все матчи. И даже сегодня матч сложился не так, как все ожидали. Ожидали большей борьбы. Но в третьем периоде нам повезло. Два забитых гола и мы победили. А так, конечно, дальше будет все сложнее. Команды уже знают. Если к нам относились как к новичку этой лиги, потому что это комплексная лига из золота-бриллиант. И такие команды, как СГМ, о нас даже не слышали, то сейчас уже на следующем круге не будет никакой недооценки. Поэтому будет сложнее. Спасибо. А хотелось бы у вас еще спросить по поводу того, что вы сказали. Вас считали таким андердогом. Но как вы думаете, в плывов может ли все кардинально поменяться? Прибавит ли Феникс? Прибавят ли еще хоккеисты СГМ? Те же Тигры, которые сенсационно, можно сказать, тоже обыграли Феникс. Что вы ждете от этих команд? Абсолютно все будет непредсказуемо. Потому что любая команда, у нас, наверное, 5 фаворитов, которые будут, любая из этих команд может победить. И все будет решаться в один гол, я думаю. Простых матчей не будет. Все будет очень непредсказуемо. Поэтому то, что мы сейчас идем на первом месте, здесь ни в коем случае нам нельзя расслабляться и продолжать в таком же духе работать еще больше, чтобы выигрывать. Спасибо. Это был Деев Михаил, капитан команды ЮНОС-75. Спасибо. 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 Первый период между командами Промсвязьбанк и Клуб болельщиков «Динамо». Расскажите, какой будет настрой на следующие два периода, пока в счете ведет Клуб болельщиков «Динамо»? Ну, у нас боевой всегда настрой. «Динамо» тоже нормально, мы подготовились хорошо. Я думаю, что второй-третий период будет боевой и мы дадим, ну, как бы, победим. Почему так много удалений в сегодняшнем матче? Ну, первый раз играем с этой командой, ребята нервничают. Ну, ничего, сейчас тренер проведет подготовку в раздевалке и будет все нормально. Хорошо, удачи вам в следующих периодах. Спасибо. Рядом со мной игрок Клуба болельщиков «Динамо». Расскажите, какой будет настрой на следующие два периода? Настрой, естественно, атаковать. Больше бросков по воротам, потому что из зоны вроде выходим неплохо, но где-то недорабатываем технический брак. Ну, в втором периоде больше нагружать ворота соперника. Больше борьбы, в принципе, не отдаем ни борта, ни центра площадки. Поэтому, я думаю, во втором периоде мы сможем удвоить наше преимущество, а то и удроить. Какая была установка тренера изначально на игру? Изначально такая же установка, как и на все игры, биться до конца, биться до победного. Состав у нас только наигрывается, то есть постоянная ротация состава, меняются пятерки, меняются звенья. Сейчас наигрываем, пока старт чемпионата, имеем право на это. Настрой, настрой, не настрой, а нацеленность только на победу. Все, атакуем, забиваем, выигрываем. Все. Хорошо, спасибо вам большое, удачи. Спасибо. На этом все. Еще больше о жизни игроков Лиги вы узнаете в следующих передачах. Следите за новостями на нашем сайте, подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях и играйте в хоккей вместе с РТХЛ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!